Всем привет! Хочу показать свою косметичку на сентябрь месяц. Что я с собой возьму? Наконец-то я хоть в сентябре начну использовать вот такую базу. Может быть, наконец-то я ее добью от Jontan. Пойдут у меня две тональные основы. Одна тональная основа от Evelyn. Тоже, девочки, уже заканчивается буквально на донышке. Хорошая тональная основа, матирующая. Мне очень нравится. И вот это, это у меня новая тональная основа от Revolution Super Matte. Но она действительно для очень жирной кожи. Вот вы знаете, может быть, я всегда считала, что у меня кожа жирная, комбинированная. Вот в последнее время иногда на некоторых участках она мне стала подчеркивать шелушение. На что я была очень-очень удивлена. Может быть, я недостаточно увлажнила свою кожу. Я не знаю. Но вот еще раз попробую. Конечно, не всегда. Но буду делать с ней эксперименты. Может быть, ее, скорее всего, смешивать с какой-то увлажняющей основой. Не знаю. Но вот она мне подчеркнула. Из новинок у меня вот такой кушен, девочки, от O2O. Я никогда не пользовалась кушенами. Никогда. Первый раз купила. И тоже времени совершенно нету мне снять вам свои косметические покупки. Вот такая красотень я приобрела. Здесь идет, вот видите, здесь идет пудра. А дальше идет вот этот запечатанный кушен. Интересный продукт, правда, девочки. Я, наверное, одна из последних, которые, наверное, уже никогда не пользовалась. Буду пробовать. Буду экспериментировать. Вот. Будет у меня два консилера. Вот этот китайский консилер, всем известный. Мне он нравится. Вот, правда, девчонки, нормальный, хороший, бюджетный, достойный консилер. И вот от Evelyn. От Evelyn он маленько темноват. Но все равно я иногда его под глазки наношу. И когда я распределяю, в принципе, все нормально с ним. Он такой плотненький. Из-за этого мне он нравится. Он никуда не убегает, не сползает. И держится хорошо в течение дня. Вот так легкими похлапывающими движениями. У меня сейчас кожа уже загорела. И пока под загоревшую кожу он очень-очень даже нормально себя ведет. Так. Все, девочки. Дальше у меня. Дальше у меня, конечно, карандаш для бровей. Вот этот мне нравится. Он огромный. Я и контур губ ему оформляю. И прям вообще три в одном. Хороший карандашик. Две туши будут. Одна туша от Vivienne Sabo, Кабаре. Она у меня уже заканчивается. Но мне нравится у нее кисточка. Вот эта кисточка. Обычная кисточка. Самая простая. Ничего в ней такого нету. Нету золотого. Но она мне мои ресницы хорошо красит. А эта кисточка, она уже другая. Видите, да? Другая. Но моим ресницам она не понравилась. Поэтому я беру от этой туши кисточку. И крашу ресницы вот этой тушью. Все понятно? Все понятно. Одной мне ничего не понятно. Так, дальше пойдем. Будут у меня два бронзера. Вот почему-то хочу взять два. Один вот этот от неизвестного бренда. Но он какой-то очень популярный. Но мне он очень нравится. Он мягкий. И прям все хорошо с ним. Никаких пятен не делает. И вот этот тоже от Beauty Bon. Тоже в принципе они даже с чем-то схожи. Но просто вот этот маленечко посветлей. Вот видите, маленько посветлей. Поэтому тоже будут со мной. У меня в прошлом месяце вот этот был бронзер. Или как он называется? Корректор. Вот это корректор, этот бронзер. Отлично. Две пудры. Эта пуда прямо там вообще моя любовь к любовью. От Triumph. Хорошая пудра. Она очень хорошо блюрит кожу мою. И под глазками я ее тоже наношу. И вот эта новинка. Ой, как новинка? Она у меня просто новая. Я ее уже брала. Как-то выписывала. Сразу две заказала с Алиэкспресс. Вот такая пудра. Очень хорошо матирует. Очень хорошо прям матирует. Ну, тоже возьму с собой ее. Вот такие две будет пудры. Следующая у меня будет хайлайтер. Хайлайтер я возьму. Хотя хайлайтером я вообще редко пользую, девочки. Правда. Возьму хайлайтер вот такой от Catrice. Красивый. Я макияж с ним сегодня делала. Ну, его только надо чуть-чуть. Правда, вот прям так хорошо подсвечивает. Кожа нравится. И еще возьму у меня будет вот эта палетка. Этой палеткой я оформляю всегда брови. Сначала карандаш, а потом уже идут тени от Belle в качестве бровей. В качестве использую для бровей, для прорисовки бровей. Так, какие у меня будут тени и палетки? У меня много появилось новинок. Недавно я приобрела китайскую палеточку. Вот такую. Вот мафик. Так, я хотела ее взять в темных, чтобы как бы были такие темные оттенки. Но когда посмотрела, в принципе, она не совсем и темная. Она опять вот тут рыжая, теплая. Ну, хочу вот использовать вот этот серый оттенок. Сейчас я уберу. Вот этот серый оттеночек. Сейчас я вам покажу. И вот этот. Может быть, даже в сочетании. Вот видите, они какие. Какие. Во, какие. Ну, те необычные. Вы знаете, я как-то даже не в восторге от нее. Я думала, что она мне понравится больше. Ну, ладно, купила и купила. Нужно же как-то использовать. Так, еще у меня будет одна новиночка. Вот эта мне действительно палетка. Очень понравилась от Vivienne Sabo. Я ее хотела именно в таких вот темных тонах. У нас как раз уже сентябрь будет. Уже маленечко похолодает. Поэтому уже особо сильно таких ярких макияжей и не поделаешь. Смотрите, да. Ну, вообще шикарно. Мне она очень понравилась. Эта палетка. Девчонки, правда-правда. И макияж я один раз ее сейчас вот этот вам покажу. Он тоже такой красивый. Смотрите, какой красивый оттенок. Очень красивый. Мне она понравилась. Вот просто прям я от нее без ума. Нравится мне эта палетка. И еще две палеточки. Это, конечно, палетки от Юли из Москвы, которую я получила в качестве подарка. Вот такая от Revolution Shrek. Смотрите, какая это красота. Ну, иногда по выходным дням можно поиграться. Конечно, не на работу. Но на выходные дни я ее буду использовать. И вот такая от Revolution палетка. Тоже посмотрите, девочки, какая здесь. Здесь можно и в холодной гамме, кстати, сделать. И в теплой гамме. Вот этот оттеночек. Так, вот он тоже шоколадный, такой коричневый. Так, давайте я вот этот вам покажу. Те обычные простенькие оттенки. Вот так. Еще можно попробовать вот этот. Вот этот. Вот этот. Так, ну, у меня пальцы уже все. Наверное, вот этот серенький тоже. Может, кстати. Вот сюда его. О. Ну, нормально. Здравствуй, осень называется. Я ее еще ни разу не пользовалась. Вот этой палеткой я делала макияж от Шрек. Можете посмотреть на моем канале. Этой палеткой я еще не делала. Так, вот такие палетки. Ну, и, конечно же, тени. Тени я взяла. Не знаю, много-немного. Вот эту я каждый раз беру. Из месяца в месяц. Ну, почему-то не получается у меня возможности использовать. Вообще, тени прекрасные. Мне их присылали из Италии. Вот. Хорошие тени. Кто ты у нас? Кто ты у нас? Я даже не могу. Эльвет. Такие тени. Но они действительно классные. А, это Дебора. Девочки, вообще уже не по глазам тени Дебора. Поэтому, вот они вот тут вот такие пойдут. И еще это, конечно же, моя новиночка. Ну, аж. Би Ну, аж. Вот такой оттеночек. Красивый. Ой, какой красивый. Тоже, наверное, буду делать макияж только по выходным дням. На работу, конечно. Смотрите, какая красотинь. Сейчас у нас солнышко. И вот эти тенюхи. Это у меня идет 13B. Тоже я макияж с ними делала. Вот этот пальчик пока не использую. Вот видите, какая красота. Ну, вот сюда их покажу. Пока солнышко светит, хочу вам уловить эти переливы. И почему-то еще вот такая тень мне прям приглянулась. Говорит, ну, возьми, что меня редко используешь. Я боюсь, как бы они не засохли. Ну, а куда еще-то вас намазать? Вот сюда. Нет. Плохо видно. Плохо видно. Вот сюда. У них такой сиреневый. Их бы летом. Ну, летом жара. Летом я не особо крашусь. Поэтому пойдут со мной на сентябрь. Так. И две подводки. Я забыла вам про подводки. Вот эта подводка у меня китайская. Делаю с ней макияж. Ну, в принципе, нормально. Я к ней приловчилась. Обычно я вот. Вот Тупфейс. Мне очень нравится. Вот именно вот в таком исполнении. Я кисточкой беру. Обычно кисточкой и крашу. А тут вот решила подводкой. Тоже нормально все. Так. И какие у меня будут. А, румяшки же я забыла, девочки. Да, можно я вот так подвину вас? А то ничего тут не видно. Опять у меня пойдет вот такая палетка. Вот Руберой с румян. И вот такие румяшки. Это у меня новинка. Мишки-мишки. Мишки-мишки. Ну, они такие прям мимишные. Тоже попробую. И помады. Я, конечно, не помадная душа. Но взяла. Взяла аж четыре помады. Вот Фаберлик. Вот такая будет у меня помадка. Офисный вариант. Офисный вариант. Вот такой Фаберлик. Так, стой. Вот это у меня новинка, девочки. Это новая помада от Лавель. Какая она красивая. Какая она мягкая. Она тоже прям такая. Посмотрите. Вот я хотела. Я вам говорю. У меня нет времени снять вам свои косметические покупки. А покупки есть интересные. А помада лежит и прям просится. И я ей действительно делала макияж. И воспользовалась. Но она красивая. Очень красивая. Тоже, как для офисного макияжа. Для холодных макияжей. Будет у меня еще вот такая утрута. Здесь тоже. Вот я говорю. Все взяла вот такие цвета. Здравствуй, осень. Маленькая. В основном рабочая взяла помада. Потому что на работу ярко. Мне сейчас нельзя краситься. Вот такую взяла помадку. Это у нас. Я вам не сказала. Это у нас. По-моему, Фаберлик. Нет, девочки. Это голоден. Это коллаген. А ты кто? Я забыла. Кто ты? Девочки, извините. Я не помню. Я брала ее на Валберсе. По-моему, это Фаберлик. Кто в помадах разбирается, можете меня поправить. Вот такой оттенок. Я в этот месяц не беру никаких ярких. И еще одна. Это вот единственное, вот эту яркую помаду. Я тоже делала с ней макияж. Посмотрите. Вот Катрис. Вот она действительно яркая, красивая. Смотрите, какая красивая помада. Это мне Юля. Юлечка прислала подарок ее. Ой, она вообще, вот она офигенно красивая. Очень красивая. Она в губках ложится замечательно. Юль, спасибо тебе за возможность попробовать такую классную помаду. Ну вот, я немного беру помаду, потому что я не помадная душа. Все, девочки, вот такая моя будет косметичка декоративная на сентябрь месяц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...